Ну, с вакцинацией. Ну, как коров. Вот, покажи бумагу. В Удмуртии беспрецедентная поголовная вакцинация. До начала мая ветеринары должны привить 350 тысяч представителей крупного рогатого скота, живущего в регионе. Независимо от того, ферма это или частный двор. Говорят, ходит болезнь какая-то. И вот чтобы этой заразной болезни то не было, прививают эти, уколами делаются. Вам объяснили, чем она опасна? Да, да, да. Опасна, знаете, как выразилась, чтобы вроде как кожная болезнь и заразная. Ну, точно название я забыла. Болезнь называется надулярный дерматит. Это острая вирусная инфекция, которая поражает кожу, органы дыхания и пищеварение коров. Доить их нельзя. Экономические потери при эпидемии огромны. Успокаивает только одно, для человека не опасен. В Удмуртии очаг заболевания зафиксирован две недели назад в Овожском районе. Во избежание распространения инфекции, правительственная комиссия и приняла решение вакцинировать все поголовье крупного рогатого скота республики. Заходим в каждый дом. Практически уговариваем. Пока вот на сегодняшний день отказников практически нет. Людям мы объясняем, что заболевание-то оно заразное. Надулярный дерматит зафиксирован в Удмуртии впервые. Ветеринары предполагают, что он занесен с кормами из-за пределов региона. Уже больных коров в Овожском районе, а их счет идет уже на десятки, уничтожают и утилизируют. Но чтобы не случилось самой настоящей эпидемии, ветеринарам всей республики нужно торопиться. Передается данное заболевание через больных животных. Основной путь передачи это через кровососущих насекомых. Поэтому мы вынуждены экстренно проводить вакцинацию, чтобы успеть до лета гнуться, охватить все поголовье скота на территории Удмуртской республики. Вакцина прибыла из Москвы оперативно. Недостатка в ней нет. В фермерские хозяйства Удмуртии платят за прививки небольшую символическую сумму. А для жителей, которые держат скот на своих участках, вакцинация бесплатная. Такие же спецоперации по поголовной вакцинации коров проходят сейчас, кстати, и в соседних Татарстане, Башкирии и Кировской области. Роман Вагинов, Дмитрий Ворононин, Андрей Бусыгин. Новости.